Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. Как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о вот данном замечательном макрообъективе для кроп-камер Sony. Ну, в принципе, и для полнокадровых камер в кроп-режиме он также подойдет. И это, наверное, самый бюджетный макрообъектив, мануальный макрообъектив, который можно купить новым прямо сейчас на рынке. Поехали! Прежде всего, хотелось бы заметить, что сегодня в целом постановка кадра очень сильно отличается от того, что вы привыкли видеть. Я снимаю с естественным светом. Искусственного практически нет, за исключением вот того вот фонаря сзади. Он вообще на самом деле просто так, несмотря на то, что он делает вот какое-то обрамление мне. Но так или иначе, он просто там у меня установлен. Это мое вот стандартное статичное, скажем так, освещение, которое я установил для того, чтобы записывать какие-то влоги прямо непосредственно сидя за компьютером. Итак, так как тут достаточно светло, я сегодня использую ND-фильтр. Это один из ND-фильтров, который мне прислал подписчик, за что ему огромное спасибо. У меня была сторис на этот счет в инстаграме. Rodenstock 67-й фильтр, вариативный. То есть сейчас я снимаю на диафрагме 1.4 на 16-ю сигму. И он очень сильно прикрыт. И, насколько я понял, у данного фильтра нет креста. Ну и, собственно, мы немножечко даже посмотрим в какой-то степени на его качество. И сейчас я вижу, что выходит солнце. Оно, конечно, не бьет мне в лицо. Но, учитывая то, что я могу использовать False Color, опять же, так как у меня сейчас стоит Holy Land Mars, и я себя мониторю по планшету, я вижу, что... Ну нет, сейчас мое лицо все равно нормально, проэкспонировано. И это очень удобно. Блин, False Color это просто отличная штука, которой на самом деле оснащены все современные мониторы. Так, мы немножечко отходим от темы. Я сейчас предлагаю вам, пущу здесь на фоне ролик про Coca-Cola, один из последних, который мы снимали. И там как раз 50% кадров снято именно вот на данный макрообъектив. А остальные 50% кадров сняты также на Seven Artisans 35 мм, но уже с макрокольцами. То есть весь этот ролик с Coca-Cola снят на Seven Artisans 35 мм с макрокольцами и 60 мм макро. Итак, что касается данного объектива вообще. Смотрите, это самый бюджетный макрообъектив для Акроб камер Sony. 9,5 тысячи его цена на Kremlin Store прямо сейчас. А Kremlin Store мне любезно предоставили данный объектив. Я как только увидел, вообще целая история была. Я заказывал себе некоторые девайсы, уже их тестировал. И тут захожу просто на сайт и вижу, что у Seven Artisans появилась целая линейка. Она стала гораздо шире, и там среди них появился макрообъектив. Я подумал, ничего себе, 9,5 тысяч. И пока что, естественно, я заказал себе его на обзор, не в личное пользование. Но вполне себе, теперь я с уверенностью могу сказать, что его можно рассматривать. Смотрите, он достаточно тяжелый, по-моему, около 600 грамм весит. Чисто металлический, все исключительно мануальное. Диафрагма 2,8 минимальная. При этом диафрагма без щелчков, абсолютно плавная. Точно такой же плавный ход кольца зума. То есть, вот знаете, по ощущениям, это как будто штативная видеоголова, которая вот эта вот флюид, да, масляная голова. И очень все это плавно происходит. То есть, к качеству сборки вообще здесь абсолютно не докопаться. Также у него интересная конструкция, так как это 60 миллиметров. То есть, это по сути... Знаете, что интересно? У Sony есть 90 миллиметров 2,8 макро на полный кадр. И здесь именно 60 миллиметров. То есть, при пересчете это получается эквивалент 90 миллиметрам полнокадровым с диафрагмой 2,8. Ну, это заставляет задуматься. Но смотрите, у него конструкция сделана таким образом, что когда вы доходите до макро один к одному, у него выезжает вот такая вот огромная... Не буду называть эту вещь никак. Но на самом деле все это по сути бленда. Потому что, отворачивая ее, отворачивая, мы видим, что кончик у объектива, вот он буквально выезжает совсем на чуть-чуть. А когда мы откатываемся в портретный режим, ну, при фокусировке на бесконечность, там он у нас и вовсе пропадает вот в этой дыре где-то в глубине. Поэтому это просто бленда. Я уже, опять же, в сторис в инстаграме показывал, что сам производитель указывает, что, используя вот эту вот бленду, мы ее можем погрузить в воду на 5 сантиметров. При этом сам объектив не защищенный, но погрузить бленду мы можем и снимать что-то под водой. Также немаловажный факт. Данный объектив нам дает макро один к одному на расстоянии 26 сантиметров. То есть вот так вот, 26 сантиметров от него, макро один к одному. То есть мы можем увидеть все детали, ну, максимально круто. Хотя есть макро два к одному, но, тем не менее, вот это вот стандартное, стандартное макро решение один к одному. Также, помимо ролика с Coca-Cola, я снимал на него еще и ролик о Holy Land Mars. Там тоже половина, половина всех кадров была снята именно на данный объектив. Но, возможно, этот ролик вы еще не видели, или я вам просто его сейчас вот здесь пущу. Вы сами сможете понять, какие кадры, именно самые такие макрокадры были сняты на него. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, теперь немножечко поговорим о том, что же нам дает макро объектив, в отличие от тех же макроколец. Вы знаете, что я уже давно приобрел макрокольца от Make, вот такое простейшее решение, которое стоит там тысячу рублей. И использовал со своим стандартным соневским полтинником данные макрокольца. Смотрите, вот у нас есть кадр. Например, вот показательный момент в ролике про Coca-Cola было, где я снимал горлышко, как с него слетает пробка. Мы выставились на определенное расстояние, чтобы именно кадрирование было таким, как мы хотим, учитывая наше фокусное расстояние. Понимаете, да, о чем я говорю? Но при этом, смотрите, допустим, я сейчас буду говорить примерно, потому что я не помню точно, какая минимальная дистанция фокусировки у полтинника. Допустим, у 50 мм, как правило, около 50 см минимальная дистанция фокусировки. Может быть 40, может быть 45. Мы смотрим, она нам не подходит. Нам надо сфокусироваться еще ближе. Что мы делаем? Здесь у нас два макрокольца. Одна 10 мм, вторая 16 мм. Мы надеваем одно макрокольцо, и сразу же минимальная дистанция фокусировки у данного объектива становится настолько маленькой, что если мы настолько приблизим объектив к нашему объекту съемки, то кадрирование уже не будет тем, которое мы с вами хотели. И вот промежуточного, вот от этих 50 см его начальных до вот этих 10 см, которые нам сразу дает одно макрокольцо, в этом промежутке как раз и находится вот то место, которое нам было необходимо, чтобы правильно скадрироваться. Вы понимаете, да, о чем я говорю? А если же у нас настоящий макрообъектив, то у нас нет такой проблемы. Он фокусируется вот на свои 60 мм вот от начала, от бесконечности и до 26 см близости к объекту съемки, предмету съемки. Соответственно, на этом объективе я убрал свои макрокольца, убрал этот полтинник, поставил его, и просто выбрав именно тот план, который мне нужен, спокойно сфокусировался на том, что мне нужно было. То есть вы понимаете, о чем идет речь. А у макрообъектива нет вот этой проблемы, то что либо 50 см минимальная дистанция фокусировки, либо сразу 10 см. А вот от 50 до 10 вот в этом промежутке нет такого макрокольца и такой особенности, либо нам нужно вообще другое фокусное расстояние. На макрообъективе такой проблемы нет. Я надеюсь, вы понимаете, вот это вот для меня сейчас, я не говорю там о качестве изображения, еще что-то, а именно вот такие простейшие житейские моменты, которые очень сильно отличают настоящий макрик от псевдо-макро с этими кольцами. Хотя вот это псевдо-макро, для тех, кто только начинает, для тех, кто хочет попробовать, посмотреть, что такое вообще макро, ну, я уже делал обзор, и я вам говорил более чем достаточно, потому что проходите в Инстаграм, кстати, подписывайтесь. Там у меня сейчас постепенно растет вот это количество роликов, так как я увлекся предметной съемкой. Там я постоянно в каждом ролике использую макрокольца, использую какие-то макрошоты, и большинство из них были сделаны именно с макрокольцами. И только вот в ролике с Кока-Колой и с Холли Лендами я уже использовал настоящий макрообъектив. И как бы вы можете понять, что неподготовленный человек даже не увидит, не найдет эту разницу, а что же и где есть. Итак, друзья, как и обещал, сейчас я вышел на улицу, и мы протестируем уже немножечко портретные возможности данного объектива, так как фокусное расстояние, по идее, нам позволяет, но замечу тот факт, что снимать вот на диафрагме 2.8, сейчас она максимально открыта, сейчас я снимаю в 4К, и вы можете заметить все недостатки, именно какие-то оптические недостатки данного стекла. Так как если снимать в Full HD, то, учитывая всю компрессию, мы просто не заметим разницы между плохим стеклом и хорошим, я это уже не раз говорил. Но в 4К, так же, как и в фото, мы ее обязательно увидим. И я заметил тот момент, что именно вот на 2.8, когда отходишь настолько далеко, именно фокусировка между бесконечностью и вот фокусом на мне, она настолько вот невесомая, что, возможно, даже я сейчас несколько размытый. Я сейчас сам не видел того качества, которое получилось, и мы его посмотрим, грубо говоря, вместе. Но, тем не менее, я опять-таки повторюсь, само фокусное расстояние позволяет нам снять не только макро, но и какие-то вот такие стендапы, портретные шоты, или же, я бы даже сказал, что-то все-таки чуть более крупное, когда ты подошел поближе, именно на таких расстояниях ему будет полегче сфокусироваться. Также нельзя не отметить тот факт, что, смотрите, особенно с макрообъективом это очень актуально. Вообще, любой объектив, который не является сайтом, киношным, при изменении, при фокусировке, он чуть-чуть меняет фокусное расстояние. Прям незаметно. Как правило, вы не замечаете это дыхание. Когда вы доходите до минимальной дистанции фокусировки, доступной на данном объективе, можно заметить, как фокусное расстояние чуть-чуть уменьшается или увеличивается. И такого эффекта, я еще раз повторяю, нет только на дорогущих по несколько тысяч долларов сайн-объективах. Так вот, на этом макрике этот эффект проявляется очень сильно. И вот если то, как раз о чем я говорил, вы выставили план, как вам надо, и начинаете фокусироваться в сторону уже каких-то макро решений, один к пяти, один к четырем, один к трем, вы замечаете, как кадр просто берет и приближается. Я вам сейчас вот покажу именно этот эффект, как это достигается. И вы уже видите, что кадрирование сменилось, и вам приходится чуть отставить, пододвинуть или отодвинуть камеру от объекта съемки. Это нужно знать и помнить. Это просто, ну скажем, это оптическая особенность всех недорогих объективов. И, естественно, данный вот от Seven Artisans также не обделен этой фишкой. Смотрите, подводя итог, что у нас в сухом остатке? Это макрообъектив для кроп-камер Sony стоимостью 9,5 тысяч рублей у нас в России. Прямо в России с гарантией, с возможностью возврата и всего остального. Это, наверное, самый бюджетный макрообъектив. Фокусное расстояние 60 мм идеально подходит для любого рода именно макросъемки. Это максимально удобно, потому что с 26 см вы получаете макро один к одному. Но, кроме этого, вы можете отодвинуться подальше и получить не такое крупное макро, но при этом также сфокусироваться на объекте, что немаловажно и очень удобно. Минимальная диафрагма 2,8 на макрообъективе больше, более открытая она не нужна, так как большую часть времени она находится вообще в положении минимум 4, а так 5,6, 8 и вплоть до максимально закрытого положения это 16. Также удобно то, что она регулируется у нас без щелчков, абсолютно плавно. И, ну блин, это просто, это просто удобно. Также 90 мм это удобное фокусное расстояние. Я говорю в эквиваленте полному кадру, так как, опять-таки, повторюсь, что на полном кадре у нас есть соневский 90 макрик и неспроста для различного рода макрокадров выбрали именно это фокусное расстояние, так как, например, я много раз пробовал на 16 сигму надевать хотя бы одно макрокольцо и снимать что-то макро, но на таком широком объективе у вас получается зона фокусировки прямо где-то в области передней линзы. И как бы вы не закрыли диафрагму, не получается ничего снять. Вот минимальное фокусное это 35 мм с одним макрокольцом на Seven Artisans я снимал. Когда, закрыв диафрагму там до 16, вы можете прямо перед, прямо перед линзой объектива получить какое-то вот небольшое пространство, опять-таки, вот эти макрошоты с колой, где именно стаканчик со льдом. Вот это и есть 35 мм, одно макрокольцо и очень-очень закрытая диафрагма. Вы можете получить такие результаты. В общем-то, этот объектив абсолютно можно использовать, кроме каких-то макросъемок, если у вас нет чего-то длинного, такого как 50 мм настоящего соневского с автофокусом, то, снимая, опять-таки, повторюсь, какое-то интервью простейшее, вы можете выставить поясной или крупный план человека, выставиться по фокусу мануально и снять этот стендап также без проблем. Опять-таки, это только если у вас нет такого длинного фокусного расстояния, и вы хотите убить двух зайцев. И в какой-то степени снимать какие-то стендапы на 2.8, фон будет также немного размыт, что приятно. Соответственно, вот какие-то такие выводы. Это очень интересное решение. Его до этого не было на рынке, оно появилось совсем недавно. И всем, кто хочет окунуться в мир макросъемки, чуть дороже, чем за стоимость макроколец, я вам очень рекомендую. Все, ребята, надеюсь, этот ролик был кому-то полезен или как минимум развлекательным. Увидимся уже совсем скоро. Пока.